Приветствую вас и попробую ответить на ваши вопросы, которые вы задаете. Вопрос первый. Возраст. Возраст любви не помеха, если она действительно есть. Ваши отношения не напоминали любовные отношения, они напоминали скорее отношения по расчету, вы в этом сами себе признались и написали здесь, что вам было удобно с ней и так далее. То есть ничего плохого и ненормального в том, что у вас есть разница в возрасте, ну или была разница в возрасте, нет. Напротив, за шире этой разницы вы друг другу уравновешивали. То есть она давала вам что-то свое, вы давали ей что-то свое и все было прекрасно. Возможно, если бы она была младше вас или старше вас, но ненамного, то все бы заканчивалось так, как вы описывали в своем письме, что вы знакомитесь, идете в ресторан, а там после этого ничего нет. Второй вопрос. С точки зрения материальной стороны, вы все делали так же правильно, потому что вот с традиционной позиции классический мужчина обеспечивает свою женщину. Понятно, что не всегда есть возможность, не всегда есть средства для этого, но если эти средства есть, а вы могли себе это позволить, то абсолютно нормально, что вы содержали своих женщин, что вы дарили ей подарки, оплачивали счета и так далее. Здесь, конечно, очень многое влияет, но здесь, конечно, многое определяется воспитанием. Например, для какого-то мужчины нормально, что женщина в ресторане, да, ага, плачет за себя половину счета. Ну а для какого-то мужчины нет. И для какой-то женщины это нормально, для какой-то женщины нет. То есть сейчас в современном мире достаточно много взглядов на эти вещи. И важно, какого взгляда вы сами придерживаетесь. Это вопрос, скорее, в большей степени моральный, чем психологический. То есть что для человека приемлемо, а что нет. Вот для вас нормально ли было, что вы содержали ее полностью, что вы, там, подарки, там, что вот это вот нормально для вас это было? Вы сами считаете, что было бы как-то лучше или хуже, если бы было по-другому. Вот вы спросите себя, как лично по вашему восприятию? Потому что, еще раз повторю, современный взгляд на отношения между мужчинами и женщинами таков. Мужчины и женщины равны, и каждый вносит свой, значит, вклад, да, в отношениях. Не только действиями, но и материально. Соответственно, если вам этот взгляд близок, то ничего в этом плохого нет. Если вам этот взгляд не близок, то тоже ничего в этом плохого нет. И совершенно не важно, кто думает, что важно, чтобы вы сами были уверены в том, как вы поступаете. Для этой девушки, с которой вы встречались, было приемлемо это. И вы, как бы, вели себя так, как ей было приемлемо. Более, что она поставила условия вам. Ну, раз она поставила условия, вашим правом было это условие принимать, и вашим же правом было это условие не принимать. Соответственно, вы это условие приняли, значит, вас это не коробило. Или, если даже вам что-то и не нравилось, то теперь вы это поняли. Вы поняли, устраивает ли вас такое положение, когда вы девушку полностью обеспечиваете или нет. То есть, тут все зависит от того, какая точка зрения вам ближе. Следующий момент. Вы пишете, нормально ли, значит, что у вас был только один партнер. Вы знаете, опять-таки, нормально с такой позиции. Вот, например, с позиции здоровья считается, что мужское здоровье, да, так сказать, потенции, сохраняется длительный период тогда, когда мужчина именно с одним партнером. То есть, когда у него постоянный партнер. Так это или нет, можно гадать, но думаю, что ряд других факторов также говорят о том, что наличие одного постоянного партнера в вашей жизни играет только на пользу. Потому что вы знаете этого человека, вы знаете, как доставить человека удовольствие, человек знает вас и знает, как вам доставить удовольствие. То есть, достигается как бы максимальное единение, стремление к удовольствию каждого. А с часто меняющими партнерами этого достичь невозможно. Даже если вы воспользуетесь услугами женщин легкого поведения, то все равно даже они будут вести себя в постель, ну, достаточно механически, то есть, потому что это их профессия, я надеюсь, вы это понимаете. То есть, с этой позиции опять-таки многое зависит от того, что вы сами для себя считаете нормой. Знаете, вот для каких-то мужчин провести время с девушкой в интимном плане является достижением. То есть, для него это вот достижение. Есть такие мужчины, которые ведут прямо учет того, сколько они девушками переспали. Ну, разве что это или нет, следить не нам, но факт тот, что у таких мужчин явная проблема самооценки, я думаю, совершенно очевиден. И весь вопрос в том, считаете ли вы для себя чем-то негативным тот факт, что у вас был только один партнер. Если да, то почему? В чем? Этот вопрос, который вам нужно себе задать и его проработать. Теперь, по сути дела, что бы мне хотелось с вами еще добавить. Ну, во-первых, вы искали девушек явно для секса себе. И если вы собираетесь знакомиться с девушками в ряде дальше, то для построения крепких долгих отношений вам все-таки необходимо выстраивать их не на основе интимной близости, а на основе духовной близости, на основе принятия человека таким, как он есть, принятие человека во всех его смыслах, во всем многообразии, достоинств и недостатках. Только так можно с уверенностью сказать, что вы будете успешен в личный свет. Дальше. Понимаете, в чем дело? Человеку, в том числе и девушке, нужно себя проявлять. То есть показывать ей, что вы достойный и надежный силы мужчины. Общаться с ней. Узнавать ее желания. Узнавать ее мечты. Давайте ей понять, что вы можете дать ей то, чего она хочет. Складывается ощущение, по крайней мере по вашему сообщению, что вы несколько спешили. Я понимаю вашу ситуацию. Я понимаю, почему вы спешили. И это нормально. Но сейчас вам этого делать не нужно. Сейчас спешить не стоит. Можно и нужно действовать так, чтобы человека воспринимать в первую очередь на чувственном уровне. Воспринимать его как личность, как человека. Желательно, чтобы вам было интересно друг с другом общаться. Вот как с вашей девушкой. Да? Вот. Именно это и является залогом успешных отношений. А если вы человека встречаете, идете в ресторан, и все понятно, к чему идет дело, то девушка может и не согласиться, посчитав вас озабоченным или кем-то и все. Это не совсем правильно. Следующий важный момент, который мне хотелось бы вам облучить, заключается в том, что вы конечно правильно сделали, что задали все эти вопросы. Вы безусловно правильно сделали, чтобы об этом написали. Но, поскольку сама проблема встала перед вами, то можно говорить о том, что вы в себе не уверены. И социальное положение, и успех с девушками, все это как бы намекает на то, что вы сомневаетесь в том, насколько вы успешны, насколько вы в полноцене, насколько вы привлекательны и так далее. И если такие страхи, такие комплексы действительно есть у вас, то с ними нужно работать. Их нужно выправлять, их нужно развивать. О неуверенность скупировать. Если вы в чем-то в себе не уверены, начните бороться с этой неуверенностью, осуществлением соответствующей деятельности по этому направлению. Если вы чего-то боитесь, то нужно понять чего. Нужно встретиться с этим страхом лицом к лицу и подумать, что же, собственно, вас так сильно пугает. Потому что мы боимся всегда неизвестного. То есть мы боимся до тех пор, пока мы не знаем, чего мы боимся. А как только мы поймем, что именно вызывает у нас страх, то мы, по сути, тут же сможем корректировать свое поведение. А корректировка поведения – это уже, простите, борьба с негативными обстоятельствами в нашей жизни и решение проблем, что и является, по сути, жизнью вообще. Вот так можно ответить на ваш вопрос, так можно оценить ваш жизненный путь. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!